МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 июня Белорусской прокуратуре исполняется 100 лет. Барановическая межрайонная прокуратура выдержала испытания временем. Она была и остается надежным защитником законности и правопорядка. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В Беларуси скорректировали список тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты. Теперь в список включено 88 позиций. Это запрещенное для женщин виды работ и наименование профессии рабочих. Ранее в перечне было 181 позиция. В частности, теперь женщинам разрешено работать водителем автомобиля на междугородных пассажирских перевозках, на автобусах с количеством мест свыше 14, и грузовых автомобилях грузоподъемностью более 5 тонн. Самосвалов 2,5 тонн. Женщины могут работать на литейных работах, а также по ряду профессий в производстве – целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них. К тому же перечень запрещенных работ сократился за счет исключения из него ряда неактуальных для современного производства видов работ и профессий. Вместе с тем, женщин не могут привлекать к работам, связанным с подъемом и перемещением тяжести вручную, в том случае, если превышаются предельные нормы подъема и перемещения тяжестей. Предполагается, что сокращение списка позволит расширить возможности женщин в выборе профессии и круга работ. 26 июня Белорусской прокуратуре исполняется 100 лет. Барановическая межрайонная прокуратура выдержала испытания времени. Она была и остается надежным защитником законности и правопорядка. И в этом заслуга всех сотрудников органов прокуратуры, которых отличает высокий профессионализм и принципиальность, честность и независимость. Этот год знаменательный для прокурорских работников. Органам прокуратуры Республики Беларусь исполняется 100 лет. Своему созданию прокуратура обязана Петру I в указе 27 апреля 1722 года. Царь назвал главу прокуратуры оком государевым и стряпчима от дела государственных. Возглавляемая генерал-прокурором система прокуратуры состоял из подчиненных ему прокуроров, коллеги, сената, провинции и принадворных судов. Становление и развитие системы органов прокуратуры неразрывно связаны с историей нашей страны. В далеком 1922 году, 26 июня, на сессии ЦИК Беларуской ССР был принят документы о прокурорском надзоре учреждена государственная прокуратура в составе Народного комиссариата юстиции. История органов прокуратуры Барановичского региона берет свое начало с 1939 года, после воссоединения Западной Беларуси с Беларуской ССР. Тогда была образована прокуратура Барановичской области с центром в городе Барановичи. После надзорный орган еще не единожды менял свое название. Сегодня это Барановичская межрайонная прокуратура. Все эти годы прокуратура крепла. Перед ней руководством страны ставились различные задачи, которые всегда выполнялись успешно. В канун профессионального праздника о работе рассказал Барановичский межрайонный прокурор Александр Корлюк. Сто лет – это непростая дата. За целый век наша организация прошла долгий, сложный, но славный путь. Долгое время, долгие годы прокуратура стоит на страже закона, осуществляя надзор за его исполнением во всех сферах жизни. Она является надежной опорой государству, гарантом стабильности и безопасности в обществе. Так, наверное, сложилось испокон веков, что от того, насколько эффективно работает прокуратура, зависит вера людей в правду, способность государства защитить права и законные интересы своих граждан, а также интересы государства. Нужно сказать, что юбилей – это не только торжественное событие, но и повод для оценки проделанной работы. Хочу сказать, что Барановическая прокуратура, а я хочу ее назвать так, потому что за сто лет это была и прокуратура города Барановичи, прокуратура Барановического района, транспортная, военная прокуратура Барановической области, а сегодня это Барановическая межрайонная прокуратура. Так вот, Барановической прокуратурой проделана огромная, каждодневная, кропотливая работа, которая, несомненно, дает положительные результаты. Во многом благодаря усилиям прокурорских работников, четко налаженному взаимодействию с органами местной исполнительной власти, уровень правопорядка в нашем регионе является одним из самых стабильных в Брестской области. Только за последних 10 лет общеуголовная преступность снизилась на 41%. Снизилось количество тяжких, особо тяжких преступлений. Убийств, грабежей, разбоев, хищения имущества граждан. Снизилось количество преступлений коррупционной направленности. Сегодня прокуратура на высоком уровне осуществляет надзорные полномочия в таких сферах, как исполнение законодательства о труде, охраны труда, исполнение законодательства при распоряжении государственным имуществом, бюджетными средствами, а также выполнение государственных программ. Хочу сказать, что сегодня в прокуратуре работает сильный и сплоченный коллектив. Коллектив профессионалов, коллектив единомышленников, людей, которые четко понимают поставленные перед ними задачи и выполняют их на высоком уровне. Деятельность Международной прокуратуры всегда достойно оценивалась вышестоящим руководством. Фотографии сотрудников прокуратуры не единожды помещались на доску почета Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. Неоднократно сотрудники прокуратуры признавались лучшими по профессии в Брестской области. И сегодня в преддверии праздника ряд сотрудников будут награждены правами Генерального прокурора Республики Беларусь, а также прокурора области. Я не буду сегодня называть фамилии этих сотрудников, я думаю, что в дальнейшем средствам массовой информации мы о них расскажем. Отдельные слова поздравления и благодарности я хочу отнести к нашим ветеранам. Я хочу, чтобы вы знали, что мы помним ваш труд, мы помним ваш вклад в состояние законности и правопорядка Барановического региона. Мы ценим вас и двери прокуратуры всегда открыты для вас. Я хочу обратиться, конечно же, к своим подчиненным, сотрудникам Барановической международной прокуратуры. Уважаемые коллеги, примите искреннее поздравление с наступающим профессиональным праздником, юбилеем, столетним юбилеем со дня образования прокуратуры Республики Беларусь. Я хочу высказать каждому из вас слова благодарности за то дело, которое вы делаете, за то, что вы, не считаясь личным временем, а в порой и в ущерб интересам своей семьи, выполняете свой долг служению народу и своей стране. Я уверен, что свой профессиональный праздник вы встречаете четким пониманием поставленных задач и настойчивым желанием сделать все для обеспечения законностей и правопорядка на территории Барановического региона, для обеспечения спокойствия наших земляков. Я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, профессионализма, стойкости духа и выносливости, чтобы достойно выполнять непростые задачи, которые стоят перед вами. Я хочу пожелать вам семейного благополучия, карьерного роста, больших звезд вам на погоны и просто человеческого счастья. Будьте счастливы с праздником, дорогие коллеги. В городе и районе проводится планомерная работа, направленная на профилактику и противодействие преступности. Ведомству принадлежит и координирующая роль в борьбе с коррупцией. И здесь нужно отметить слаженное взаимодействие всех заинтересованных структур и правоохранительных органов. Очень важным является эффективное сотрудничество с местной исполнительной властью. Так, например, за последние пять лет в Барановичах наблюдается динамика снижения количества зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях. Снижение на 12,3%. За последние десять лет удалось достичь снижения общеуголовной преступности по Барановичам на 19%, по району на 47%. Отработав в прокуратуре более 25 лет, я с уверенностью могу сказать, что в свое время я сделала правильный выбор. И я горжусь тем, что я являюсь прокурорским работником. Осуществляемый мной и подчиненными мне сотрудниками Барановичской межрайной прокуратуры надзор за исполнением законодательства и законностью правовых актов является многогранным и широкомасштабным. Нас знают практически все руководители государственных правоохранительных органов предприятий и организаций района. Да, мы регулярно их посещаем с проверками, с мониторингами, с надзорно-аналитическими мероприятиями. И при наличии оснований принимаем меры прокурорского реагирования. Но опять-таки уверенно заявляю о том, что все наши акты прокурорского надзора направлены на улучшение и совершенствование деятельности субъектов хозяйственных, госорганов и правоохранительных органов нашего региона. И я хочу поблагодарить сегодня городскую и районную власть, всех руководителей государственных правоохранительных органов, всех руководителей предприятий и организаций города и района за тесное взаимодействие в решении вопросов по обеспечению законности и правопорядка в регионе. Ну и безусловно, я поздравляю всех коллег, всех прокурорских работников с их профессиональным праздником, с нашим профессиональным праздником. Желаю всем здоровья и процветания, исполнения ваших профессиональных и карьерных замыслов, планов и мечтаний. Желаю всем в дальнейшем работать плодотворно. Для работников надзорного органа стало знаковым то, что год столетия со дня образования органов прокуратуры Беларуси совпал с годами исторической памяти. Так, уже больше года Генеральная прокуратура Республики Беларусь продолжает расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Работа проделана колоссальная, опрошена более 14,5 тысячи свидетелей, большая часть из которых – узники концлагерей. Проведены тысячи осмотров мест происшествий, в ходе которых удалось установить более 500 ранее неизвестных мест массовых уничтожений граждан. Мы всегда чтили и уважали наших предшественников, старших коллег, у которых учились работать, приобретали опыт и навыки прокурорской службы. Но в этом году у нас был еще замечательный повод восстановить всю историю прокурорской деятельности в Барановическом регионе, в лицах и событиях, начиная с 1939 года. Во взаимодействии с редакцией газеты «Наш край» был подготовлен цикл публикаций в рубрике «Дорога и справедливости». На их основе издана книга. В здании прокуратуры, в интернет-пространстве размещена фотогалерея прокуроров города и района, а также архивные документы о деятельности прокуратуры, которые ранее были закрыты для широкого доступа. За век важные и ответственные задачи выполняло большое количество верных долгу и своей родине профессионалов. И сегодня, благодаря стороням каждого из членов коллектива, Барановическая межрайонная прокуратура эффективно решает поставленные перед ней задачи, направленные на искоренение нарушений законности и обеспечение правопорядка. Ежегодно в последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи и студенчества. К празднику творчества и вдохновения, энергии и романтики присоединятся и в Барановичах. Основные мероприятия организуют 25 июня. Гостей местных жителей приглашают на масштабное шоу в центре города, которое начнется в 19 часов. Ожидается яркое выступление воспитанников «Ананька Дэнс Кул», модный показ от модельной школы Нагорной Моделс Джуниор. На сцену со знаменитыми хитами выйдут многочисленные вокалисты и креативная кавер-группа «Прайд». Состоится дэнс-концерт «Мечта и любит варет» отдела культуры Горисполкома. Кроме того, запланированы завораживающее огненное представление, восточные танцы, дискотека и много других сюрпризов. Праздник завершится в 2 часа ночи. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.